Питерский работник ЖКХ заступает на смену и выходит в город. Сегодня он, как и всегда, будет наводить порядок. Вот он подходит к стене жилого дома и видит на ней слева нелегальная реклама проституток, наркотиков и кредитов, наклеенная жуликами. Справа милая граффити, нарисованная уличным художником. Вопрос, за вычистку чего возьмется работник ЖКХ? Внимание, ответ. Бессознательное искусство от коммунальщиков. Это можно продолжать бесконечно. Но вы знаете, стоит отметить, что иногда у них получаются действительно оригинальные закрасы. Арт-группа «Подкрась-закрась» – работа этого творческого объединения известна каждому жителю России. Второе десятилетие 21 века для этой страны заканчивается серыми пятнами на городских стенах. И 214 статьей уголовного, блять, кодекса за вот такой вот милый вандализм. Сегодня по этой статье можно присесть на три года общего режима. Вы только задумайтесь, что покрас лампас уже мог получить бы пожизненное за свою мазню. Неужели это природная ненависть к уличному искусству? Быть может, потому что свободное творчество символизирует дух свободы, а у нас не принято выделяться из стада. Почему, если кто-то что-то делает без чиновичей бумажки, то это обязательно нужно уничтожить? Посмотрите на эту крутую уличную работу. И вот в это ее превратили государственные службы. За ваши же налоги. И это происходит в самом культурном городе в стране – в Петербурге. Когда будете прогуливаться по городу, обратите внимание на то, как государственные службы обращаются с деревьями, как с их разрешения людям позволяют уродовать исторические фасады, строить ненужные уродские заборы. И если говорить про двери и окна в домах, то мы с вами без труда поймем, что, скорее всего, почти каждый дом в городе и сам город уже давно изуродованы и завандалены людьми, которые, наоборот, должны приводить это все в порядок. Почему все перевернуто с ног на голову? Почему мой любимый город превращают просто в ебаный пиздец? С недавнего времени улица Радищева была своеобразной арт-галереей под открытым небом. На обшарпанных стенах старых зданий красовались копии картин различных художников. А потом коммунальщики решили закрасить изображение бледно-оранжевой краской. Как выяснилось позже, представитель управляющей компании сказал, что поступают жалобы от инициативной группы, поэтому рисунки закрасят. Обратите внимание на эту стену с изображениями. Вот вы своим невооруженным глазом сможете сказать, что на этой стене плохо выглядит. Стена разваливается, требуется ремонт, нужно обновить штукатурку. Но вместо этого придурки из инициативной группы решают закрасить изображение. Что с этими людьми не так? Каким умом они руководствуются? Вот еще один пример заботы о городском благоустройстве. На углу Невского проспекта. В нише пустующей стены художник нарисовал приоткрытую дверь в советский Новый год. Рисунок отсылает нас к советскому прошлому, где белокурая девочка в советской школьной форме, стоя на табуретке, наряжает елку. Местные жители писались кипятком и в общем-то были довольны тем, что старая стена наконец-таки преобразилась. Но инициативная группа не дремлет. И всего через несколько часов нормальный рисунок превратился в серое пятно. Жители Петербурга попытались восстановить картину, счищая краску монетами. Но у них ничего не получилось и сейчас рисунок выглядит вот так. Рисунки на фасаду Родищева, к слову, очистили от краски и сейчас они прикрывают собой многие изъяны этой стены. Как мы уже выяснили ранее, команду закрасить отдает инициативная группа. Но чем эта группа руководствуется, подавая такие доносы? Кто эти люди и почему именно они решают, что будет закрашено, а что нет? К сожалению, ответ на эти вопросы обошел меня стороной. Но в попытках найти его, я наткнулся на некоторую другую интересную информацию. Владельцы небольшого магазина с комиксами в городе Иркутск, чтобы как-то привлечь внимание к новому месту, заказали художникам оформление своей стены и потратили на это несколько десятков тысяч рублей из своего кармана. Но инициативная группа «Подкрась-закрась» решила, что городская стена должна быть серой и безликой. И это несмотря на то, что граффити были сделаны с согласия жильцов. Ну то есть всем жильцам в этом здании рисунок нравился. Но этот рисунок был уничтожен работниками управления жилищно-коммунальными системами. Напомню, что эти люди получают свою зарплату из тех денег, которые платят налогоплательщики. То есть люди, которым этот рисунок нравился, сами оплатили за окрашивание этой работы. То есть получается, что и жильцы, и владельцы магазина самостоятельно оплачивают этот узаконенный вандализм. Я слышал историю, объясняющую, почему в наших больницах, школах, подъездах и прочих общественно-государственных местах стены и полы красят в блевотные оттенки. А ноги тут растут из СССР. Страны, в которой у всех было всё. Но только кроме краски почему-то. И люди в этой великой стране воровали не только всё, что под руку попадётся, но и краску. И чтобы это пресечь, какие-то умные люди не придумали ничего лучше, кроме как выбрать наиболее омерзительные оттенки. Тем не менее, люди, у которых всё было, продолжали воровать. И вскоре вся страна преобразилась. Собирая материал для этого видео в интернете, я наткнулся на одну статью о Петербурге. В ней было написано, что в Рио губернатора пообещал поддержать молодёжь, которой интересно развитие комфортной среды в городе. Его попросили посадить больше зелени, благоустроить скверы и парки, построить спортивные площадки. Ему жаловались на незаконную расклейку афиши, рекламы, проституции и наркотиков. Предлагали легализовать стрит-арт, в частности, разрешить раскрашивать электрошкафы. Главу города попросили разрешить уличным художникам превращать электрошкафы в арт-объекты. Глава города же сотрясал воздух прекращением вырубки деревьев и введением платной парковки. А ещё обещал запретить незаконную торговлю у метро. «Читаю вам со слов Рио-губернатора. Это наш с вами город. Город большой. Я дам поручение собрать молодых активистов. Можно это зарегистрировать, можно финансировать. Нам нужны какие-то источники финансирования». Вот это всё, что он сказал. И из его речи я не понял ничего сказанного, ну кроме того, что ему нужно финансирование. «Прямо сейчас я дойду до центра Петербурга и покажу вам, насколько людям здесь плевать на благоустройство этого города. Такими убогими пятнами закрашивают любые теги и метки. Да пусть лучше бы эти теги оставались на зданиях, чем вот эти вот серые пятна вместо них. Люди хотя бы знакомились с андеграундной культурой. Блин». Это лучше, чем серые пятна. Ещё раз повторю. А теперь самая интересная новость. В Петербурге в первом чтении приняли закон о легализации стрит-арта. И согласно этому документу эскизы будут утверждать чиновники. По замыслу авторов, этот закон позволит уличным художникам творить безнаказанно. Парламентская газета, это официальное еженедельное издание Федерального собрания Российской Федерации, пишет, что они срочно готовят закон, дающий свободу уличным художникам. По замыслу этого законопроекта, он позволит уличным художникам безнаказанно творить. Предполагается предварительное согласование всех уличных работ по стандартной схеме. Художник захотел самовыразиться, художник подаёт эскизы и заявку чиновникам, чиновники решают, давать художнику белый свет или не давать. Знакомьтесь, это Денис. Он автор законопроекта. Тот самый человек, который решил узаконить стрит-арт. И ещё он по совместительству депутат самой честной партии «Единая Россия». И вот первая куча говна, в которую этот человек наступил. Представьте, что в Петербург на пару дней приехал Бэнкси и хочет что-то здесь нарисовать. Город же только выиграет, появится новая достопримечательность. Бэнкси спросит друзей, чуваки, а где тут можно безнаказанно рисовать? И ему дадут список адресов, от своего имени подадут уведомления. Раз уж Бэнкси хочет сохранить инкогнито, и у нас появится его картина. Сейчас Бэнкси ничего закона не сможет сделать. А если его поймают, то и личность раскроют. Ещё и депортируют. И в любом случае коммунальщики картину его закрасят. Представляете, закрасят Бэнкси. Говорит в своём интервью Денис, автор законопроекта о легализации стрит-арта. Денис почему-то считает, что для того, чтобы выразить своё мнение в этой стране, художнику с мировым именем, да и вообще любому другому человеку, необходимо просить добро у местных властей. И этот Денис курирует законопроект о легализации стрит-арта. После его слов у вас может сложиться мнение, что Денис немного не догоняет в уличное искусство. Но что-то мне подсказывает, что история с его законопроектом гораздо интереснее, чем его история про Бэнкси. Потому что, согласно законопроекту, чиновники создадут официальный перечень объектов, на которых художники смогут рисовать с минимальными формальностями. Туда включат, к примеру, серые громады зданий на окраинах. Кроме того, в городе планируют создать арт-зоны, где не будут нужны никакие согласования. Однако рисовать на памятниках истории и культуры будет полностью запрещено. Ну, как бы и ничего нового-то и не было придумано. Как показывает западный опыт, при грамотном подходе, стрит-арт очень лаконично может встроиться в городскую среду, открыть парочку спотов для юных дельцов и вдохнуть жизнь в затхлые и разбитые районы города. Ну, а на исторических местах никогда нельзя было рисовать. И вот вам вторая куча говна, в которую наступили авторы этого законопроекта. Глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев заявил, что любые работы на фасадах зданий нужно согласовывать с его ведомством. Какие-то барьеры должны остаться. К тому же, когда все сделано профессионально, трудностей не возникнет. Ведь если не умеешь прыгать олимпийскую медаль по прыжкам, не завоюешь, добавил он. Одним словом, готовящийся законопроект перекроет кислород любой творческой свободе, которая станет работать на таких условиях. Приведу пример. А вообще это называется цензурой на стадии отбора. Утверждение эскизов чиновниками любого уровня по сути является узаконенной цензурой. Мы опять возвращаемся к разговорам о цензуре. Сейчас объясню, что такое разрешительный порядок. А это значит, что есть несколько выделенных стен. И если художники хотят туда что-то нанести, то они должны отправить эскизы в комитет по градостроительству и архитектуре. И там кто-то решает, насколько эта работа имеет художественную ценность. Заниматься таким согласованием будет ровно 1% от всех уличных художников. В нашем городе полно трансформаторных будок. Торцов домов, которые находятся в спальных районах с типовой застройкой серыми фасадами. На мой взгляд, их спокойно можно было бы закрасить портретом народного артиста или символами исторических событий, пояснил депутат. А о том, что собственники жилья должны решать, что у них нарисовано на стенах, на стенах их дома и их недвижимости, никто об этом даже и не подумал. Ну что же, окей, жильцов не спрашиваем, выбираем художников сами и будем рисовать портреты героев России и народных артистов. А еще подвиги Второй мировой войны и религиозную пропаганду, конечно же. Украшать будем стены танками, Крымом, духовностью и георгиевскими лентами. А учитывая то, с какой интенсивностью капает на мозги подросткам Росгвардия, церковь, юнармия, школа, можно смело назвать это явление соцреализмом 2.0. Теперь в лице уличного искусства, так сказать. Без малого, именно так работала система в рамках плана монументальной пропаганды 20-х годов. То есть будет проходить строгий цензурный отпор с точки зрения контента и локации. Это есть и сейчас. Нормальных работ появляться не будет, кроме рекламных согласованных концептов, что и сейчас есть и в Москве, и в других городах. И проблема здесь кроется, скорее всего, в том, что необразованные чиновники по старинке воспринимают стрит-арт как монументальную живопись, фрески или мозаики и прочие пережитки прошлого. С одной стороны, их можно понять. Их так учили, и они не знают, как делать по-другому. Не знают, что художник может высказываться, а не заниматься украшательством. Чиновники не понимают уличное искусство. Не понимают, что искусством можно заниматься не только в галереях, но и на улицах тоже. Возвращаясь к предыдущему видео, на примере покраса лампаса приведу банальнейший пример. Возьмем стадион Локомотив, ровно как и Мурал из этого примера. Заказчиком здесь выступает государство. Российское государство – это полицейское государство. Нелегитимное государство. Несправедливое государство. Сотрудничая с ним, покрас соглашается со всем, что это государство делает, начиная коррупцией и заканчивая крымским кризисом. Соглашаясь, покрас лампас становится провластным актором. Следовательно, его позиция становится очень несамостоятельной и неустойчивой именно из этических соображений. А когда позиция творца становится несамостоятельной, это называется цензура. Ваши слова и ваши действия продиктованы не вашей волей. Настоящее искусство. Независимо и свободно. Давайте представим, что к покрасу лампасу приходит государство, а он и говорит им. Я сделаю роспись стены, посвященную Ивану Голунову и, например, Петру Павленскому, но только в своем стиле. Получит он этот заказ? Нет, он его не получит. Именно потому, что работы покраса лампаса ни о чем, из-за практически полного отсутствия в них смысла, из-за беззубости и некритичности его искусства, как он это называет, мы видим этот мурал и эту роспись у стадиона Локомотив и на многих других объектах. Говорить об этой теме можно очень долго и практически бесконечно. Пора сделать вывод, но перед тем, как сделать его, я хочу напомнить всем новым зрителям, что кнопка подписаться находится прямо под видео. Не забывайте нажимать ее. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят не часто, один, два, три раза в месяц, поэтому спамом я вас не завалю. Подписывайтесь и следите за новинками. В нелегальном рисовании есть своя изюминка, а если установить правило, она исчезнет. Регулировать настенную живопись вообще не нужно, надо просто позволить художникам рисовать. Единственное ограничение – не на памятниках истории и культуры. Жизнь сама покажет, что людям нравится. Что-то останется, что-то закрасят. Брандмауры, трансформаторные будки станут от этого только красивее. Но пусть это происходит естественным путем. Кстати, подобный режим можно сделать и для скульптур. Пусть художники ставят, что хотят, а время распорядиться, что станет достопримечательностью Петербурга или других городов. А что лучше убрать? Еще необходим полный запрет на моментальное закрашивание уличных работ и порядок их согласования постфактум. Потому что легализовывать стрит-арт нужно, когда он уже сделан. Собственно, так ситуация складывалась исторически. Когда нелегальные работы того же Бэнкси в какой-то момент стали закрывать оргстеклом и объявлять культурной ценностью. Сама природа уличного искусства нелегальна. Ведь стрит-арт – это не только красивые картинки на стенах домов, но и особый тип коммуникации с городом. В пространстве, где дозволен только монолог сверху, уличные художники устраивают диалог снизу. Они внедряются в закрытое для частного высказывания пространство и выходят на широкую аудиторию. Художник действует не по разрешению, а вопреки ему, как партизан на оккупированной врагом территории, доступ которой имеют лишь капитал и власть. Легализация стрит-арта на этапе его создания – абсолютно бессмысленное занятие для дрочеров. Заниматься согласованием ни один нормальный художник не станет. И согласованные работы будут появляться только при заказухе со стороны государства или влиятельных людей. В результате чего по всему городу возникнет масса однотипных и очень скучных работ. Легализация стрит-арта нужна только в том случае, если согласование работы будет происходить уже после ее незаконного появления. Уличным художникам для того, чтобы самовыражаться, не нужно согласовывать свои работы. На законодательном уровне это нужно только коммерческим проектам. Вот если вашу работу не согласуют, что вы от нее откажетесь что ли? Нет, вы все равно пойдете ее и нарисуете. Потому что уличное искусство – это свобода. Совершенно любой человек с обычной зарплатой может выйти на улицу и создать нечто интересное. Отразить свое мнение абсолютно по любой теме. В стрит-арте не может быть запретных тем. Это высказывание улицы, это голос города и его невозможно как-то ограничить. Друзья, если вам не хватает контента на этом канале, то можете подписаться на мой инстаграм. Я там активничаю практически на ежедневной основе. Рассказываю о своих проектах и делюсь интересностями из мира искусств. Ссылку я оставлю в описании. Редактор субтитров А.Семкин